Польша пожалеет, что затыкает рот Путину. Статья в Царьграде за 9 января 2020 года. Варшава боится исторической правды и, выдавая себя за жертву Сталина и Гитлера, рассчитывает не только на репарации, но и на перекройку границ в Европе, что ударит лишь по самой Польше. Латышев Сергей Варшава, после того, как Москва стала протестовать на высшем уровне против циничных попыток Запада выставить СССР главным виновником Второй мировой войны, требования признания советской оккупации, репарации, неприглашения лидеров России на связанные с этой войной важнейшие мемориальные мероприятия и т.д., в Польше решили запретить России переписывать историю. Под историей, разумеется, имеется в виду очень удобный для Варшавы, заботливо созданный в последние десятилетия польскими и западными пропагандистами, исторический миф уже практически навязанный в качестве истины широкой общественности стран Запада. Вкратце он выглядит так. Вторую мировую войну развязали два диктатора Сталин и Гитлер. На первом даже больше крови, чем на втором. И две тоталитарные страны, нацистская Германия и коммунистический СССР. Их союз был закреплен в пакте Молотова-Риббентропа. Рыцарская и благородная Польша была первой жертвой этих злодеев, за которой потом последовали многие другие. Никакого освобождения Польши в 1944-1945 годах также не было. Одна оккупация сменилась другой. А Красная Армия не столько воевала с немцами на польской территории, сколько насиловала полик и с радостью взирала с другого берега Вислы на уничтожение Гитлером Варшавы. Поэтому памятники новым некультурным оккупантам, положившимся в освобождение Польши 600 тысяч своих военнослужащих и добившимся у западных союзников, чтобы территория Польши после войны не уменьшилась за счет присоединения к ней обширных высокоразвитых немецких земель и широкого выхода к Балтийскому морю, надо поскорее разрушить. Да еще потребовать у России репараций и компенсаций. Испугались Путина. Естественно, правящие круги Польши встали горой на защиту этого вполне сформировавшегося антиисторического мифа, выгодного Варшаве во многих отношениях, и были возмущены, когда против него решительно восстал президент России Владимир Путин, указавший в серии недавних выступлений на двусмысленную роль самой Польши в возникновении Второй мировой войны. В ответ вице-спикер польского Сейма Малгожата Кедава-Блоньска поспешила заявить о разработке резолюции для защиты доброго имени Польши о направленном против российской пропаганды законопроекте, запрещающем Россию истолковывать историю со своей точки зрения. Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно. На следующем заседании Сейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, плевещущей на Польшу. «Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны», написала в Твиттере Кедава-Блоньска. Ей даже не приходит, похоже, в голову, что она на самом деле хоронит историю. Вице-спикер Сейма призвала оппозицию принять подготовленную парламентским комитетом по внешней политике резолюцию, которую она затем с удовольствием представит президенту Польши Анджии Дуди, заключив «Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю». Как они это сделают? Что ж, посмотрим, что это будет за резолюция и что ее неизбежное принятие будет практически означать. Будет ли Польша вводить против России санкции за развенчание польского исторического мифа? За что конкретно? Или будет предпринята попытка запугать клеветников, тех, кто пишет или высказывается в России по данной тематике? Ответы на эти вопросы мы скоро узнаем. Нет никаких сомнений в том, что корыстные польские вожделения будут подведены под общезападную кампанию борьбы с российской дезинформацией и фейковыми новостями. Поэтому в Брюсселе поляков за это критиковать не будут. Тем более, что ведущие западные страны сами вовсю причастны к возникновению Второй мировой войны. Так будет всем на Западе, где молодежь уже зачастую считает, что противниками в минувшей войне были западные демократии, включая Германию с одной стороны и Россию с другой. Удобнее и проще. Фейки. Много фейков. Так, в разряд фейков с замалчиванием авторства перейдут свидетельства многих в прошлом видных представителей Запада, включая маршала Франции Фердинанда Фоша «Перемирие на 20 лет» и британского премьера Уинстона Черчилля, что Вторую мировую войну породила Версальская мирная конференция, на которую коммунистическая Россия допущена не была, что нацистская Германия могла открыто готовиться к большой войне, не опасаясь своего сильного восточного соседа, благодаря заключенному в начале 1934 года пакту Гитлера-Пелсуцкого, что именно Польша представляла в Лиге наций Германию, после того, как последняя демонстративно вышла из нее, что обе страны были диктатурами, соревновавшимися друг с другом в политике ущемления своего еврейского населения, и их спецслужбы тесно сотрудничали, а генштабы разрабатывали планы совместного агрессивного похода против СССР, что польские представители были поэтому самыми желанными гостями на помпезных съездах нацистской партии в Нюрнберге, а официальные лица двух стран постоянно обменивались визитами, обсуждая не только вопросы перемещения евреев в Африку и установки памятников друг к другу. А разве не фейк, что Польша хотела поступить с Литвой точно так же, как Германия поступила с Австрией, и что лишь твердая позиция СССР не позволила Варшаве осуществить свой аншлюз? Фейком, безусловно, будет объявлено и то, что Гитлер защищал интересы Польши в 1938 году на Мюнхенской конференции, признание самого фюрера согласно рассекреченным недавно Путиным документам, и что обе страны совместно участвовали в убийстве Чехословакии, оторвав себе от нее самые лакомые куски. Со стороны Польши это была операция за лужья по оккупации двух областей, что было сделано, по словам Черчилля, с жадностью гиены. Из этих же документов явствует, что отказ Франции помочь Чехословакии был вызван во многом тем, что Польша, дитя Версаля, ясно заявила Парижу, что будет действовать в этом вопросе заодно с Германией. Фейками, безусловно, будут также считаться многочисленные призывы Москвы к Польше пропустить через свою территорию советские войска к германским границам для совместной с западными демократиями борьбы с гитлеровской Германией, пока та не усилилась. Поляки ответили, что это будет означать акт войны и что они будут сбивать также советские самолеты. Уничтожение Чехословакии с ее мощной военной промышленностью и огромным военным арсеналом сильно усилило и разожгло аппетиты Германии, что поляки испытали вскоре на себе. Фейками и российской пропагандой будет объявлена информация о сильном бытовом антисемитизме даже в оккупированной немцами Польше и массовая практика выдачи нацистам за вознаграждение Бизонова скрывавшихся евреев, бежавших узников в концлагерей, сообщения об участии поляков в еврейских погромах при наличии и других благородных примеров. И, наверное, это тоже выдумка России о польских добровольцах в частях СС и что через вермахт в годы войны прошло полмиллиона поляков. Эти темы являются в Польше еще большим табу, чем память о созданном в СССР войске польском, которое в специально сшитых для его воинов польских мундирах, польские солдаты на Западе воевали с немцами в чужой форме, помогала Красная Армия освобождать Польшу. Да и не связаны непосредственно с минувшей войной темы вроде жестоких концлагерей для красноармейцев в годы Советско-Польской войны 1920 года, массовое разрушение в Польше православных церквей в 30-е годы 20 века и так далее и тому подобное. Это тоже российская пропаганда. Как и события более ранней истории, когда поляки, например, уморили в 1612 году голодом в захваченном Кремле русского патриарха Гермогена, отказавшегося по их указке предать свою родину и народ. А ведь все эти фейки – сущая правда. Везде фейки взяты в кавычки. Плохой пример для всех. Мы уже не говорим о том, какой плохой пример подает Польша другим странам своими систематическими попытками фальсифицировать историю, ибо поляки тут находятся в первых рядах. Если у Польши получится создать прецедент, запретив на законодательном уровне российскую трактовку истории, им немедленно воспользуются и его скопируют, например, прибалтийские карлики, а за ними и многие другие. Ведь так удобно иметь карманную, выдуманную версию своей истории, в которой ты всегда белый и пушистый совершаешь только доброе и прекрасное. Такая постановка вопроса крайне опасна тем, что поскольку ошибки и преступления совершают все страны, народы с фейковой историей не будут ничего знать о том, что не так делали их предки, а значит будут обречены повторять их. Это выглядит особенно зловеще именно в случае с Польшей, которая как раз под данной причиной на несколько столетий прекратила политическое существование и была сохранена как нация благодаря России, повторно спасена ею от анемичивания в годы Второй мировой войны. Это было сделано страной, которая теперь, дескать, клевещет на Польшу и которая уже вряд ли когда-либо станет для поляков палочкой-выручалочкой. Поэтому на вопрос, зачем Польша это делает, существует только один ответ, потому что отталкивая потенциальных друзей, она сама не желает себе добра и вновь добровольно становится на путь, который уже дважды привел ее к национальному краху. Если кто-то в Варшаве думает, что все это поможет полякам вернуть восточные кресы, то это большое заблуждение, это скорее поможет им получить на своих восточных границах Великую Россию. Польша пожалеет, что затыкает рот Путину. Латышев Сергей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok